пообщаемся вот ну давайте наверно для начала поднимем тему что и плакать давай лучше поплачем а это у меня на канале все нормально к там на день из там есть вид докладчика и вид галереи сама переключилась не знаю как так 100 рублей призм разыграешь ну да ребят ну вот сейчас стоит 100 рублей значит 100 рублей разыграем будет вам хорошая сумма так еще давайте поднимем тему наверно самого громкого скам а до который произошел вова уже достаточно давно уже в 888 лет бесконечности можно сказать восемь лет наверное это был самый самый который лучше да я увидел я не видел не только я вот у нас было мы сидели у нас топ 200 лидеров было вот кого там взяли изначально да да скажем так первоначальной раскрутки этого проекта собрали самые сливки со всего интернета вот этих вот двести лидеров там просто с миллионными структурами мы там познакомились друг с другом вот сейчас тоже общаемся и мы вот честно скажу все в шоке той же ситуации как и я все попали вот в эту вот слова я сейчас не буду называть я сегодня хотела все зашли и потом просто все ребят и потом вторая смена да у нас такое впервые сегодня вот хотел выйти ну там в лес у меня тут рядышком есть и записать просто все что я думаю про vgs про создателей про все остальное при ситуацию как происходили события и как там что было но я и уже и раньше честно говоря хотел это сделать но потом думаю что это будет как бы плачевно пока там для всей аудитории да потому что еще какие-то там шансы были что у нас там пойдут выплаты нашим структурам вот но вот после последней прямой встречи с михаилом да ну вот официальное лицо скажем так vgs а стало понятно что там все то есть аля комедия закончилась короче цирк уехала клоуны остались одним словом вот потому что михаил уже объявил о том что он уже не официальное лицо что его там попросили что короче вот там надо обращаться ну короче все я я не я и корова не моя до съехал схемы ответственность он же изначально я его знаю еще по вилави он был вилави это года году в шестнадцатом семнадцатом он там был я не знаю я вот первый раз мерседеса но потом я думаю за него сам платил потому что он потом слетел с квалификации и покинул вилави нет я с ним не знаком был вообще никогда то есть я увидел первый раз в этом проекте запомнишь да то надолго ну как как то так да болот но вот а на твой взгляд просчет то в чем был то есть вы на этапе ознакомления с проектом как бы не увидели каких-то вот признаков все увидели я изначально я там записывал ролики я сразу изначально говорил что это живая очередь это никакая не компания тому все остальное то есть я говорил вещи своими именами мы заходим зарабатываем свои иксы и уходим мы чали очереди как в обычных живых очередях мы зарабатываем то есть это как было там несколько лет назад тоже такой был тренд потому что живые очереди это не что-то новое это такой вот периодически возникает и просто есть какие-то ну маленькие очереди то есть это такой знаешь как андрей как вас да только такой более официальный то есть пласти ты понимаешь что ты пласти находишься и что там вообще ничего не понятно что в живой очереди ты понимаешь то есть что ты зашел в начале пирамид пирамиды самый первый и у тебя шанс есть если ты как бы зашел в первых там единица кто ты зарабатываешь деньги там зарабатываешь свои там процент или иксы как здесь нам скажем так обещали вот и потом все конец то есть очередь заканчивается идут как в обычной пирамиде то есть конец он быстро там все происходит но здесь произошла история прям очень такая то есть она развивалась во много этапах этапов вот изначально нам сказали что будет так то есть тоже когда мы разговаривали кто меня пригласил то есть там что будет типа подобная история как в кенте что там будет правда образные проекты до кент образные проекты будет кент потому что кент показал в принципе хороший результат да он работает кстати до сих пор денис не в курсе короче он работает сайт работает презентации там проводятся вебинары проводятся но вывод не приходит и одира не продаются понятно там просто уже очередь такая уже достаточно длинная да и там можно там месяцами ждать выплаты но все-таки шанс есть что она придет хотя бы да да но они не уходят они отка то есть они никакие маркетинги не меняли то есть ничего не ну вот да все как мы работаем которые придут то есть все естественно знаешь как получается ну как знаешь не знаю как с призм грубо говоря да ну такой скам уже есть есть покупать продавать чем чем проблем пар есть есть у вас никто не обманул ну здесь примерно такая же ситуация ну да и на кентом разные проекты но это такой даже наверно микс какой-то кент образный проект с помнишь может быть этот река лидеров liver river leaders по моему там какой-то такое не матричный конечно но там все весь мир как бы вставал в одну цепочку вот так вот и в итоге как только под тобой 16 человек становится то тебе там выплачивать никогда не назначали так информацию донесли я думаю не кажется человек это ерунда потом математически все-таки прочитал вот так 16 зашли первому только выплатили это чтоб 2 выплатил это надо еще 16 я просчитал там такой хвост просто дикий я думаю да ну это вообще какая-то ерунда вы чё говорите обманываете какие что они доносят информацию о том что презентации всего 16 человек напряглось ну чтобы под вас стало причем это даже не личники это просто переливы я посчитал там там хвостяра просто растет так дико что на математически вообще ерунда какая-то но я не знаю что у них там дальше было ну вот как то так да ну сейчас еще циркуль стартанул по такой же схеме но они выходят со стадии пресейлов ценой в три цента также после каждого причем не капусты там будет рост на 0 1 процент стоимости не от каждой транзакции а рост будет от от проданного ордера а продать ты можешь либо 10 либо 25 либо 50 либо 75 либо 100 процентов по моему так если я не ошибаюсь и вот как только ордер продался оп цена поднялась то есть его допустим купили торт выставился его купила там три четыре пять человек да они выкупили полный на 0 1 процент поднял то есть ну в принципе просчитана такой достаточно маркетинг там я думаю что можно попробовать но я тоже да там можно попробовать но я после похорон и джесс отказался они очень сильно подбортили репутацию таким проектом а именно они и если бы на виды сейчас будет циркуль нормально бы развивался и сейчас на самом деле тоже там x токен такая же схема сейчас за это койн какой-то клуб там что-то тоже там меня добавили в чат я не знаю хотя увидел там тоже кучу сервиков вот и все это все так вот шумит как-то не знаю но я все я то есть от этого тренда после вечер и после этой всей истории я отказался от живых очередей потому что но ничего хорошего и сейчас вот сколько негатива было да по всем чатам у всех лидеров вот мы с кем общаемся мы созванивались там со многими и общался там люди там с миллионными структурами вот они не знают что делать как людям там смотреть в глаза не будет у нас просто льется на нас негатив потому что короче вот вот это вот все произошло потому что в начале было одно x и то есть все такое мы считали то есть мы прочитали там маркетинг с командой то есть если бы мы изначально работали по тому маркетингу который был изначально прям вот так вот он не менялся бы пять раз то где-то около месяца тире тире полтора если бы еще потом притока приток бы был если бы они не меняли марта если лидеры с такими структурами заходили да ну зашло до огромное количество там миллионов там около но до 60 миллионов долларов зашло туда примерно может быть 40 60 вот так вот 60 тысяч человек 60 тысяч человек зашли за просто там за 12 там тире 15 дней то есть и там у нас вообще просто люди вкладывали там кто 6 500 кто там 2 700 там пакеты 1300 это вообще вот просто это вот ну стандартный такой депозит был 1300 рублей получается за практически до 100 тысяч рублей ну вот и посчитай там если средняя ну короче нормально там денег зашло просто очень много кто-то заходил золотыми треугольниками там на три аккаунта по 6 500 один человек да вот у нас тоже есть вот в один человек как бы в команде кто так зашел но там такой богатый человек ну чё говорить он будет мне говорит как бы особо не важно быть с ребятами я хочу за тебе разобраться а с другой стороны вот смотри ты сам говоришь лидеры с большими структурами опытные уже не зеленые какие-то новички все смотрели на кент все на кент для всех по что окей окей вот смотрите ребят я я в этом вегасе потерял 0 рублей 0 копеек почему да потому что я глядя на кент что там уже вывод извините тормозит все больше и больше я вгс и не вкладывался потому что понятное дело если это клон кента что в нем будет такая же фигня но блин так в игре этого хребта отработал достойно у него цена сейчас на данный момент 32 тысячи или тридцать шесть тысяч евро один кем 36 тысяч евро но это жесть понятно понятно что кто зашел в кент на старте волой ты когда в кент заходил он сколько стоил по кент я вообще не заходил я вот хотел решил попробовать именно в весе да то есть я когда заходил у меня была там регистрация когда он стоил 300 евро вот я подумал что многое уже стоит я думаю ладно все уже пропущу потом были сожаления там через какой-то промежуток время потом я отпустил и потому что упущенная прибыль и она всегда инвестора она больше тяготит чем какой-то даже сказал же ты захотел финика финика нет не заходил жалеешь тоже тоже жалею на больше он же после 7 3 там практически сразу можно было туда зайти и пропустили но точнее меня паша коляска инвес приглашал но я такой я был в крипте я думаю блин крипту не хочу продавать там еще вход на штуку бакс большой вот потом с андреем еще пообщался андрей говорит а кто там даронин у говорит это говорит репутация у него не айс и все я блогеров но не знаю я говорю что не захотел до репутации просто админа не айс и все и короче ну и в итоге вот просто общаемся на что кстати его тоже можно если они у него там не знаю мы поздно про него у него есть вы тоже хотел провести но у него по времени да он говорит да он там с ребенком с маленьким даже вот а так да мы общаемся да вот по финика и вот мы кстати в клуб приглашали недавно рустама мухаммед галиева вот тоже он на филиппинах он как раз оттуда с острова вещал как бы я тоже он финика он говорит я беру там два-три проектов как бы у меня в портфеле есть ну вот и фиником один из них у него был сейчас он кстати вот у кубе тече как он там кубе течь я тоже зашел кстати да вот вчера ролик 1 записал он еще не выкладывал на канал вот он тоже зашел и там намного кто заходил я смотрю там у меня видел ласташенко эдуард за тальвиттер команда вся вот их зашла то есть но такой кач уже пошел в принципе нормально так что я считаю что зайдя сейчас тоже можно 4 месяца что 4 месяца без убыток до 4 месяца 25 процентов в месяц вот я считаю что сейчас вот на лето я взял вот еще направление такое более-менее адекватно ну так вот если вернуться к бгс у да ну окей опытные ребята до надеялись надеялись что это будет как кент но мы же понимаем если хайп номер один отработал хорошо это не факт что хайп номер два отработает также ну понимаешь была одна информация говорили все лидеры заходили под одно но потом просто стали вот так вот маркетинг перепиливать просто у тебя на глазах и там вообще там со всеми делами там задержками выплат начали они там деньги собирали собирали потом ну вот выплаты будут там сейчас вам сделаем сначала лидером там мы короче там типа отблагодарим за приглашение за то что построили там структуры потом будем всем и вот вот эта вот история потом они начали перепиливать маркетинг пять раз перепиливали маркетинг потом пять раз менялся полностью но потом уже там с этими с лимитами на выплаты там короче ну и вот конечном итоге когда уже я так что у нас бинар на следующий матрица на третий бинар будет все нормально но не окно там да там ухудшали ухудшали типы вот если бы вот они в конце час вот какой маркетинг вот они сделали да если бы они изначально его сделали таким какой он сейчас так и все вот он был изначально вот час бы таких проблем не было вообще а когда люди заходили на одно чтобы заработать как живой очереди иксы и потом уже но там заработать и все уже ну вот как есть так есть да то есть кто успел того и тапочки от потом они сделали это как обычный хайп то есть выплаты раз в неделю и вас окупаемость там до пяти месяцев пять месяцев окупаемость живой очень когда деньги когда деньги залили деньги да точнее деньги залили на короче глаза то уже все они начали перепиливать и уже там все уже как там как нам сделать так чтобы уже все отказаться от этих вообще наших обязательств от всего остального как нам сделать так вот они пилили пилили и потом я не я жопа не моя и вот все в этом роде и вот мы не имеем то что имеем просто вот такую историю следующий тогда вопрос возникает а ну обычно ведь люди идут на админа то есть если админ там допустим создавал какой-то проект который долго работал то есть на репутацию в данном случае в данном случае я же тебе говорю шли на x и то есть там как бы и рост был хороший мы заходили поскольку там ну короче вот доллара старт и потом монета стоила сразу там через несколько дней уже но там семь дней уже 30 долларов то есть понимаешь какое количество иксов это они там начали это все там перепиливать и все от этого отказались то есть нам сначала говорили одно лидерам все потому что там был такой хайп которого не было вообще за восемь лет вот ни разу ли не на самом деле скажу так там очень тяжело было и устоять потому что когда со всех сторон тебе просто об этом говорят каждого блогера видишь эту информацию тут устоять просто психологически очень тяжело ты просто хочешь не хочешь ты залетаешь вот я тебе говорю что заходили вообще в даже самые скептики кто говорил что мы никогда не будем участвовать там живых очередях о подобных темах они говорили все равно зашли люди которые вообще с интернет бизнесу никакого отношения не имеют я вот ездил тоже константину не клеенову но мой коллегу а лайфы сгут вот мы с кем помнишь встречали за вот он тоже слушать что там свечи с тоже я спрашиваю для горячо да говорит мне там говорит звонят там хирурги знакомые там все там люди которые вообще интернет удивят ли какого отношения вот мы туда зашли ты пусть вообще захочешь нет я типа это ну типа хайп такой большой не буду заходить не очень хорошо но кто-то увидел кто-то услышал а многие вот весь интернет бизнес и все сливки скажем так сетевого бизнеса они зашли поверили вот этой движухе что будет так что будет продукт что они же как там позиционировали что будет игровая индустрия будет привязан продукт этот токен будет лотерея там будут дивиденды выплачиваться по этому продукту типа сейчас живая очередь пройдет потом вот на этот продукт все переключится уже будем получать дивиденды там долгое время понимаешь всем говорили лидером вот такую историю короче лапшу на уши как бы навешали всем а теперь вот я ну просто но сообщение всех лидеров вы можете там в чатах увидеть то есть кто как лидеры вообще это говорят потом на нас же свалили то есть как они сделали смотри 5 процентов они выплатили всем лидером из всей суммы да там из 40 миллионов или сколько там зашло но 20 миллионов хрен с ним до 5 процентов они всех лидеров отблагодарили то за что выплатили бинар наш положенный как вот нам полагается да по бинару то что вот когда ты строишь бинар вот тебе выплатили 10 процентов там от твоего бинара все и потом когда вот уже история пошла с выплатами там все там денег типа нету они то есть деньги мы эти деньги используем на развитие продукта какого продукта там что-то там они выпустили потом автомобили путешествие админом вы ребята не переживайте ваши деньги в безопасном месте у нас у нас им будет лучше я не переживайте мы создаем продукт 1 5 10 миллионов долларов хотя мы знаем мы с владом прошли тоже там куча всего там свое время из команды у нас там был больше 100 человек в чате с тем мы там участвовали где-то около 100 оси ошек и были оси ошки я тоже говорил что вот когда сего проходила там собирали команды европейские или американские по полтора миллиона долларов запускали таким там на блокчейн интересный монетка я сейчас не помню который сейчас торгуется там на бирже миллионными вообще на многих биржах этими идут полтора миллиона долларов на создание блокчейна запустили какую-то хрень потом свалили и по что сеть эфира вообще говно и типа у нас из-за этого там ничего не работает потом они знаете что сделали короче они сказали вот ребят вы лидеры вот я с сетевиком общался с одним зашло 5 миллионов долларов 5 миллионов долларов карлу зашло короче у него оборот структуре он не звонит в ягод я не знаю будет что делать там с этими с лидерами как дальше там поступать мы с ним полчаса разговаривали я говорю сейчас хочу там приглашать и в эти ну у меня есть там связи он сетевик по теплым контактам работает без youtube канала я хочу приглашать этих азиатов там у меня есть структуры там я говорю ты чё с ума сошел игры ты хочешь говорю чтобы это а у него 300 тысяч ему выплатили ну этот бонус да вот этот короче 10 процентов от бинара и эти чё заявили свалили на нас то есть лидеры должны короче теперь скидываться на то чтобы нашим структурам выплачивали короче и по очереди деньги то есть выплатите 50 вот вам заплатили от бинара там сколько вы получили вот скиньтесь пожалуйста обратно 50 процентов чтобы короче это мы закрыли вашим же структурам эти ну и а где деньги то которые вы там собрали по такому маркетингу проект должен был работать по живой очереди должны были хотя бы но мы рассчитывали на самом деле заработать чтобы наша команда хотя бы сто процентов заработала или 50 до чтобы вот в этой очереди это был бы хороший результат даже без иксов если так бы было вот как маркетинг был то изначально вот месяц там тире полтора работы то мы были наши команды заработали даже с тем изначальным маркетинг такие проценты если бы деньги пошли выплаты соответственно но деньги вам выплаты не пошли пошли но частично то есть одну неделю кому-то выплатили кто-то там тоже закрыл успел там определенным схемам можно было у нас команде где-то вот из моей структуры где-то получили выплаты около 30 процентов людей кто вообще закрыл полностью то есть они остались или в без убытки или даже заработали потому что там был один баг определенный и они это сделали вот а 60 процентов примерно ну там может быть побольше они остались вообще просто то есть одну выплату он за неделю они получили из пяти месяцев до до без убытка и все и на этом мы должны еще скинуться чтобы они мы короче это и он он взял короче из 300 тысяч я говорит выделил 100000 отдал обратно ну короче чтобы я не хватит до неделю даже да ну конечно до капли моря говорит я хочу это я говорю ни в коем случае так нельзя делать какие-то еще собрался азиатские структуры сюда они дали глашем таким админом вообще что-то придавать какой-то приток да я ему говорю ты сейчас вот сейчас пригласишь людей да то есть лидеров они заведут свои структуры то есть неделю получат твои люди это если получат да если деньги опять короче там не растворяться там в этом проект они получат эти получается деньги если получат и все а потом тебе опять надо такой же оборот там несколько миллионов делать чтобы еще неделю твои люди получили выплаты а тебе надо пять месяцев приглашать чтобы твои люди получат сколько миллионов короче там ну вот я не знаю что делать говорит вот у меня там негатив его ну понятно негатив он у всех лидеров сейчас негатив что делать мы смотри а если бы вот последняя версия маркетинга была изначально то есть но могла бы компания работать дальше это был бы обычный хайп проект андрей мы заходим в обычный хайп проект все выплата раз в неделе там поскольку то процентов все пять месяцев без убыток потом ты вот как вот в кубе течь допустим или в антаросе или еще где-то если бы изначально так было и лидеров бы подключили то же самое то он бы работал бы столько же сколько и антаро уж не ушли там куда-то там непонятно куда тут уже понятно ребята уже пишут говорит хватит типа про вгс давайте обсуждаем это реально уже полчаса сидим у солим вгс global star club возможности безграничны